Котики мои любимые, сегодня у нас с вами понедельник. Пожалуйста, в этот четверг мы будем разбирать фильм «Исчезнувшая». У вас три дня, чтобы его посмотреть. Было такое огромное количество заявок на этот фильм, что просто пришлось его пересматривать мне и снимать. Фильм классный. Так, Кондо Мари, да, или Кон Мари, ее по-разному называют, утонченная японская женщина, которая всю свою жизнь посвятила тому, что расхламляла чужие помещения, делала внутреннюю такую организацию, структурировала вещи в доме. Вы спросите, какого хрена я психолог сейчас толкаю эту тему? Очень просто, что весь этот хлам вовне, все это говнище, которое мы купим в своем доме и никак не можем с ним расстаться, очень сильно влияет на наши мысли. А наши мысли, в свою очередь, влияют на наши чувства и ощущения. Вы знаете эту цепочку. Соответственно, для того, чтобы понять, чего я действительно хочу, к какой цели мне двигаться, мне очень важно навести у себя дома порядок. Так вот, Кондо Мари говорит о том, что этот порядок нужно наводить лишь один раз в жизни непосредственно в одном помещении. Понимаете, да? То есть каждый раз, когда вы переезжаете, вы наводите лишь один раз эту уборку. Уборки две. Когда вы протираете пыль и уборка одна, вот это один раз в жизни, вот это генеральное расхламление, где все, весь этот кошмар, который вы не носите, все то, чем вы не пользуетесь, вы выбрасываете к чертовой бабушке и оставляете только то, что приносит вам удовольствие. И от себя уже добавлю еще один момент. Не только приносит удовольствие, но вы понимаете, что вы эту вещь носите, вы этой вещью пользуетесь. Если же свой свитерочек вы не носите больше года, значит, этот свитерочек нужно отдать тем, кому он нужен. Сестре, бабушке, маме, подружке, соседке отнести куда-то в приют какой-нибудь и так далее. Значит, это первый очень-очень важный момент. Как все это делается? Вот в моем случае мне так дико повезло, все говнище, которое я не ношу, я отдаю своей маме. А моя мама носит это какое-то время, и когда она уже это не носит, она свозит это все на дачу. На даче у нас уже полный кошмар, что творится там, по-моему, уже и мыши завелись, но никому это не важно, потому что есть какой-то домик, в котором все это хранится. И зато если через 20 лет мне что-то нужно, я подхожу и говорю, мама, ты помнишь, у меня были какие-то вот такие штаны, и вдруг я их нахожу. Они, правда, уже жутко воняют, они неактуальны, и все в таком контексте. Но, по крайней мере, мне расставаться с этим значительно проще. То есть я понимаю, что если что, оно где-то там есть, но непосредственно в моем помещении оно мне не мешает дышать, оно не мешает мне жить вообще, понимаете, и наслаждаться жизнью. Так вот, как делается эта уборка? Посмотрите, вы делаете это, во-первых, по секциям. Ну, например, выбираем убраться в нашей одежде. Вы берете всю одежду, которая есть только в вашей квартире или в вашем доме. Скидываете ее на пол, на полу лежит огромная-огромная гора, каждую вещь отдельно вы берете и себя спрашиваете, приносит ли мне эта вещь радость и ношу ли я эту вещь. Если, например, вещь не приносит радость, потому что есть такие вещи, которые приносят радость, но я их не ношу, допустим. И вот тут не очень, кстати, понятно, что с ней делать. Ну, я ее оставила, у меня есть несколько пиджаков, которые я не ношу, но они какие-то дико дорогие и красивые, и с такой вышивкой, и я не могу их никому подарить, и у меня жаба душит. И вот он у меня висит, понимаете, да? То есть есть вещи, которые такие конфликтные. Ну, ладно, бог-то с ним. Короче говоря, ношу ли я эту вещь? Если я ее не ношу больше года, все, я ее отдаю. Понятненько? Понятненько. И таким образом постепенно мы разгребаем вот эту одежду. Дальше, то, как мы ее складываем, это тоже очень-очень важно, и мы будем делать по методу вот этой нашей кондомаре. Что она нам говорит? Мы складываем вещи не просто, как мы это делаем обычно, горизонтально, а мы складываем их вертикально, и это совершенно гениально. Это гениально. А светорочки можно сворачивать в рулончики вот такие. И эти рулончики, видите, он свернут в рулончик такой горизонтальный. И эти горизонтальные рулончики, они у вас лежат вот таким вот образом. Понимаете, да? Один на другом. Ну, как-нибудь я вам сниму отдельно свою гардеробную и покажу, как они у меня там хранятся. Вот такими рулончиками друг на дружку вы их складываете. Таким образом вы четко видите, где какой светорочек у вас лежит, где какая футболочки скручиваются. Также я их скручиваю в рулончик, но можно их скручивать немножечко по-другому, так, чтобы они все-таки удерживали вот эту вертикаль. Короче говоря, все вещи должны быть вертикальными, а не горизонтальными, как мы привыкли. Да, это очень важно. Причем, что самое интересное, еще два года назад я у своей дочки младшей заметила, что она странным образом складывает у себя одежду, скручивает ее все. А оказывается, она смотрела американскую армию, и в Америке их учат армию, да, складывать определенным образом свои трусы, носки, вот их скручивают в трубочки, в такие. И это лучше вмещается все в чемодан, лучше в шкафу вот это все упаковывается, и это более наглядно видно. Все. Но тут одно но. Очень важно этот порядок соблюдать. То есть, когда ты сняла светорок, его нужно опять скрутить в рулончик и положить на свое место. И это просто феноменально. Потому что я обращала внимание, у вас наверняка такая же ерунда, что я не ношу вещи только потому, очень часто, что я ее не вижу. Это раз. Второй момент. Доставая горизонтальную стопку, ты всегда сдвинешь, и у тебя будет вот такой бардак. А рулетик, его невозможно повредить. Он аккуратненько, такими турбочками красивенько лежит. Понимаете? Восхитительно совершенно. Так, значит, вот это, что касается вещей. Все то, что мы вешаем на вешалку, мы вешаем от тяжелого к легенькому. Тяжелое это всякие пальто, шуба, что у нас там куртка какая-то висит, дальше какой-то там, например, джемперок, светорок и так далее. Все висит у нас легче, 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 легче и переходит уже в блузочку. И также, допустим, цветовая гамма от темного к светлому. Это все то, что касается вещей. Теперь все то же самое мы делаем по секциям. Следующий день у нас посвящается уборка документов. И также есть документы, где мы заводим три основные папки. Документы те, которые мы, я не знаю, там какие-то гарантии у нас лежат. Документы те, которые нам нужны абсолютно точно. И мы постоянно им пользуемся. Ну, в общем, то, как вы считаете нужным. Прежде всего, да, вот эти органайзеры. И это все должно быть прозрачным. Все папки, все контейнеры на кухне, они должны быть прозрачные, а никакие не цветные, никакие не в цветочек. Соответственно, вот таким вот образом. Дальше. Что касается круп или все то, что находится на кухне, так же все высыпается. Почему? Потому что весь этот шум, он так же захламляет нам мозг, между прочим, в течение дня. Когда мы шуршим все, доставая муку или какие-то макароны, это все шуршит. Соответственно, это все должно лежать у нас. Все мы пересыпем в наш какой-то контейнер. Макароны у нас в одном контейнере, рис в другом, гречи в другом, мука в третьем. Понятно, все красиво в прозрачных контейнерах. Все. Это феноменально. Просто феноменально. Что у нас там еще с вами идет? Скажите, пожалуйста, была ли у вас такая ревизия когда-либо? Делали ли вы ее? Слышали ли вы когда-либо про Кондо Мари, про эту восхитительную женщину? Она меня просто впечатлила очень сильно. И поэтому я как психолог решила это снять. Увидела абсолютную четкую взаимосвязь между всем этим. Потому что весь этот хаос, хаос вокруг нас, делает этот хаос в нашей душе, в наших мыслях. Это отдаляет нас от наших целей. Понимаете, очень трудно понять, чего я действительно хочу. Куда я иду? Что мне на самом деле нужно? Что мне мешает? Потому что мне нужно избавиться от лишних телефонов, от лишних людей, от лишних вещей. От всего этого кошмара, которым я вообще захламила свою жизнь. Что мне не продохнуть просто. Особенно анальники многие очень любят складывать всякий хлам. Вот он копит какие-то значки, крючки, медальки, какую-то ерунду, статуэтки. И это же невозможно мыть. Это очень трудно все мыть, протирать это все. Даже если у вас есть горничная, в любом случае дышать от этого тяжело. Понимаете, в чем дело? Вся эта ерундистика, она настолько тебе запудривает вообще мозги и все твое пространство, что ты вообще начинаешь тормозить. А мог бы уже достичь очень-очень больших результатов. Вот и все. Короче говоря, это то, что я сказала. Так, расхламление. Так что, наводя порядок в пространстве, мы наводим порядок в наших мыслях. Так. И даже люди вес теряют. То есть, на самом деле, выбросил вот этот хлам. Ой, какое-то облегчение пришло, и ты теряешь даже лишние килограммы. Потому что вот это вот удерживание, анальное удерживание, вот это вот страх расстаться с вещами, страх. Ну вот я себя спрашиваю. Я миллион раз путешествую, выбрасываю весь этот хлам и заново его и покупаю. Я что, как-то стала от этого беднее? Нет, я стала от этого богаче, что самое интересное. Я что, как-то не выжил, не справилась? Вот я прихожу в отель, там нет ничего. Стоит моя зубная щетка и паста, больше ничего. Я себя спрашиваю. Вот всегда, я помню, я приезжала в Финляндию на три дня, на машине даже, да, просто развеяться, покайфовать. Захожу в номер, и я думаю, боже, ну я же как-то живу, ну я же жива. Более того, я чувствую себя какой-то облегченной без этих вещей. Мне легче как будто бы дышать, легче думать, легче ходить, понимаете? Вот как будто бы вот с плеч снял груз, как горб какой-то срезал с себя, понимаете? Как будто жир какой-то вонючий отсосал. Вот что дают вот эти затхлые, старые, ненужные вещи. Они нас очень тяготят и жрут, пьют, как вампиры нашу энергию. Поэтому абсолютно легко и свободно, особенно старше, когда мы становимся. Вот обратите внимание, бабушки, которые не расстаются со своими вещами, особенно сильно воняют. Вот открываешь шкаф у бабушки, ну не может она расстаться с этим говнищем, которое носила последний раз 50 лет назад. Зачем там все это лежит у нее непонятно, ну не может она расстаться с этим. И это дает вонище несусветное. И потом после смерти этой бабушки внуки должны приходить, все это говнище разгребать, выкидывать и прочее. И вот очень важно думать об этом сейчас, что когда мы взрослеем, стареем, наши секреции видоизменяются, мы уже не такие вкусненькие, как раньше. Нам надо чаще мыться и выбрасывать вообще бесследно и без сожаления всю свою одежду. Вот у меня бабушка, она настолько минималист и аскетизм, аскетист или как она назвать, в общем абсолютный аскетизм и минимализм присутствуют в ее стиле. У нее нет вообще в квартире ничего. У нее один халатик запасной, одна ложечка, одна вилочка и маленький творожок. Все, в холодильнике лежит. От нее вообще не воняет, хотя ей 80 с лишним лет. Понимаете, что значит вот эта гигиена внутренняя и внешняя. Поэтому это супер-мега важно. И делать уборку потом одно удовольствие. Все очень и очень легко. Бардака нет никогда, если все организовать, как сказала Кондо Мария. Совершенно гениальная женщина. Так, что-то я еще хотела сказать по поводу вот этих всех вещей. Книги, то же самое с книгами. Но вот с книгами не очень вот что понятно. Тут считается, что если ты книгу не читаешь или ты ее прочитал, ее нужно подарить. Но с другой стороны, ведь это же элемент дизайна. Есть, например, очень красивые книги. Ну, ты можешь там полистать какие-то картины, да, какие-то интерьеры роскошные. С этой книгой не хочется прощаться. Поэтому тут тоже вот разделять нужно, да, что вот эта книга доставляет мне радость. Вот эстетически приятно мне на нее смотреть. А вот, например, «Война и мир», но не буду я ее читать, что этот хлам лежит. Отдам я его вообще тем, кому это надо, к примеру, да. Все то же самое с косметикой. Все наши кремы. А вы знаете, что нужно говорить не крема, а кремы. Тут так интересно обнаружило это. Все наши кремы, хотя это так неспоручно, кремы. А вообще вот когда живешь много лет не в России, начинаешь забывать русский язык. Им уже все кажется каким-то странным и скудным. Словарный запас становится таким скудным, вязким, тяжким. Ужас какой-то. А вот, значит, с косметикой все то же самое. Вытряхнули все то, чем мы не красимся, потому что это уже стухло. У косметики срок годности очень короткий. За год косметика начинает уже невкусно пахнуть. Ее нужно выкидывать совершенно без сожаления. Далее техника какая-то, да, что вот этот миксер, ну не буду я им пользоваться, ну никогда. Все, нужно его подарить бабушке, подруге и тому, кому это нужно. Вот и все. Без сожаления. По секциям, значит, один день как минимум у нас уделяется непосредственно определенной категории. Да, вот разбираем это, потом вот это. Так. Вот и все. А после этого вы только уже наводите какой-то порядок. После того, как вы правильно все рассортировали, организовали, сделали вот эту вот как бы инвентаризацию, да, и все четко по полочкам, каждая вещь лежит на своем месте. Это супер-супер-мега важно. Значит, все, котики мои, пожалуйста. Фильм «Исчезнувшее» мы будем разбирать с вами в этот четверг, да, в этот четверг. Когда вы будете это смотреть, я сразу вам скажу, чтобы у вас не возникало такое, что ой, там он хороший, она плохая, или он плохой, она хорошая. Обратите внимание, как люди друг друга вообще находят, как они во многом схожи, и что очень часто, вот смотришь, ну 50 на 50, кастрюлька и крышка, что вот он заслужил то, что получил, и она получила то, что заслужила, понимаете? Как вот эти сцепочки мужчины и женщины, вот они проживают интересным образом. Поэтому вы прямо внимательно, пожалуйста, эти вещи отслеживайте. Что-то я еще вам хотела сказать. Понравился вам ролик, скажите честно? Мне вот, например, вот эта конду-маря очень понравилась. Приятная такая женщина. И вот, да, и вот, да. Потом я вам поснимаю свою квартиру, но покажу, как я все это скрутила, раскрутила. Значит, конечно, у меня, например, нет времени, там показано, что нужно, например, бюстгалтер складывать, трусики, вот это вот так надо аккуратненько складывать. У меня нет времени, чтобы вот так вот складывать, как конду-маря это складывает, да? Но мне понравилась вот эта вертикальная идея хранения и рулетики вот эти. Это такой кайф. Все, я теперь четко ношу все. Я все понимаю, я знаю, где что лежит. Когда я снимаю одежду, я говорю, драк в рулетик и положила. Все. Также брючки, джинсики, можно драк в рулетик. И вот эти джинсики у вас рулетиками такими лежат. Во. Это супер штука. Все, котики мои, я вас целую и обнимаю. Вы помните, что у нас 5 октября с вами марафон? Он и она, да? чтобы на него записаться, ну, нужно написать мне вот сюда. Вероника, хочу к тебе на марафон. Если вы оплачиваете до 1 октября стоимость 5000 рублей, если после 1 октября, то уже 7500. Все то, что вы не успели ко мне прийти, вы можете спокойно купить на моем сайте уже в записи непосредственно. Вот в записи это все будет. Там есть книги, там есть статьи, там есть статьи бесплатные, и есть марафоны, все. И также видео лекции для психологов, кто учится на психолога, кто отучился и хочет получить, да, непосредственно мои какие-то уроки, послушать лекции. Все есть в моей онлайн-школе вероникостепанова.ком. Все мои котики. Целую вас, обнимаю. До новых встреч.